Демир и Угур сдались полиции. Пока Демир и Угур убегали от полиции, Джемаль поймал их в лесу. В последний момент благодаря Угуру они были спасены от Джемаля. Джилет, который не собирается отказываться от этой работы до того, как они посадят Демира и Угура в тюрьму, составил новый план, они похитят Ойкиу, поэтому Демир придет к ним собственной ногой. Этот план также очень понравился Джемалю. С другой стороны, Демир и Угур переодеваются, чтобы присматривать за Ойкиу. Демир, который увидел Ойкиу в общежитии, узнал, что Джандан собирается выйти замуж за Мурата, поговорил с Джандан и сказал, не выходи замуж. Согласно его новому плану, он должен был пойти и положить камень в дом Джемаля, а затем сообщить в полицию. Угур пошел в школу одетым как женщина и, кстати, увидел Севги. Угур, который собственноручно поставил Ойкиу на службу, ни о чем не догадывался. Человек, занявший место водителя шаттла, похитил Ойкиу и отвез ее к Джемалю и бритве. Джемаль Ойку позвонил отцу. В разговоре с Демиром Джемаль сказал, что если вы хотите, чтобы ваша дочь была спасена, вы сдадитесь полиции. Демир и Угур отправились на поиски Ойкиу. Они пошли по ложному следу, они отчаянно продолжали свой путь. История, с другой стороны, ответила мужчинам без всякого страха и сказала бритве, ты такой уродливый. Ойкиу обманула их, что я иду в туалет, и попыталась убежать, но Джемаль поймал ее. Он обманул мужчину в начале истории и позвонил его отцу. Они пришли, устроили беспорядок с фейерверком в машине и забрали мальчика и убежали, Джемаль и бритва поймали их, которые пришли за ними. Им пришлось пойти в полицейский участок и сдаться, Джемаль последовал за ними, а Джилет оставил Ойкиу в доме Джандан со своим человеком. Песня, сопровождающая эти грустные сцены, тоже была очень впечатляющей. Димир и Угур в бегах. Бегство Димира и Угура от полиции продолжалось. История осталась у дверей, она досталась матери Угура. Через некоторое время приехала полиция и забрала их в полицейский участок. Когда полиция сообщила, что Димир и Угур разыскиваются за кражу, женщина была ошеломлена. Джандан, узнавший о ситуации, помог Ойкиу и старой тете. Ойкиу забрали домой. Джандан сказала, что хочет усыновить Ойкиу. Говорили, что для этого он должен был жениться. Они обсуждали эту ситуацию с Муратом, и он предложил помощь. Джандан сначала тепло отнесся к этому предложению. Затем-то, что сказал Ойкиу, также повлияло на нее, и возможность того, что Мурат серьезно отнесется к работе, заставляла ее нервничать. Димир и Угур просто убегали, они вернулись. Спрятались в переодевании, поселились в гостинице. Им стал клоун, переодетый женщиной. Они даже побывали на сюжеты в общежитии. Димир, узнав, что лекарства дочери закончились, даже принес лекарства своему ребенку. С другой стороны, он не отпускает Джамаля Димира. Он появляется при каждом удобном случае. Айрон разработал план, чтобы доказать, что их обманули и они сбежали. Но у них ничего не вышло, они снова столкнулись лицом к лицу с полицией. Они сбежали в последний момент. В новом эпизоде нашего сериала Димир был шокирован выбором Насу из истории. Он сначала разозлился, а потом рассеялся. Он также охотно занялся кражей со взломом, которая на самом деле была ловушкой. С другой стороны, Ой-Кю пытается привыкнуть к жизни Сасу. Он никому не показывает, что расстроен. Асу же, наоборот, сразу надоело иметь дело с ребенком, и она пошла за деньгами. Вместе с Джамалем они пошли к адвокату. Он дал генеральному прокурору доверенность на получение наследства. На следующий день они уехали, адвоката не было. Оказывается, он был мошенником, все наследство Асу пропало. В гневе и депрессии Асу пил, потому что его обманули, ему было наплевать на ребенка. Бритва, Демир и Угур отомстили за то, что его посадили в тюрьму. Они сотрудничают с Джамалем и вовлекают его в бизнес по краже драгоценных камней. Они устроили засаду и сообщили об этом в полицию. Демир и Угур, которым удалось сбежать в последний момент, внезапно превратились в двух беглецов, разыскиваемых полицией по всей стране. Ойку пришлось идти в школу одной, когда она заблудилась, она позвонила Джандану, чтобы тот отвез ее в школу. Джандан также пошел к Асу и рассказал ему о болезни этой истории. Когда Асу, которая сначала не поверила, поговорила с доктором и убедилась, она запаниковала. Он пошел и взял деньги у Джамаля, сказал, что вернется в Германию. Он пошел к выходу из школы, отдал мальчику свой чемодан и ушел. Стори вернулся домой с огромным чемоданом. Он постучал в дверь, никого нет. Решение Стори было неожиданным. Демир, который уже был в судебном стрессе в 15-й серии моей дочери, также был измотан вопросом отцовства. Его проверили на наличие собственного ребенка у Демира Ойкю, и он задавался вопросом, могут ли они использовать этот результат в этом случае. Стори слышал, что его отцу сделали ему ДНК-тест, пока они разговаривали по секрету, и он очень обиделся, очень плохо относился к отцу. Когда он получил результат теста, он не стал его вскрывать, а разорвал Демира. «История, мое детище», сказал он у гуру. Мерджан приехал к Айкюлеру учиться, Демир очень ревновал. «Они уволили Демира». «Ты не для этой работы», сказал мастер. Он не сказал Ойкю правду, он сказал, что «они дали разрешение». Стори хотела пойти к Асу, потому что она обиделась на отца. Когда он был с Асу Ойку, он выпил, подрался и стал полицейским. Демир, взявший Ойкю из-под стражи, был очень зол. Настал день заключения. На суде были выявлены недостатки и Асу, и Демира, а также обсуждалось, что они оба изо всех сил старались измениться. Судья сказал, что примет решение на основании того, что скажет Ойкю. Он убрал комнату и спросил Ойкю, хочешь ли ты остаться с матерью или с отцом. Он сказал, что хочет свою мать, Ойку. Все были удивлены, когда всех позвали в зал и объявили решение. Демир был опустошен, Асу был удивлен и обрадован. Чандан наконец узнал правду. Узнав, что Джемаль сказал Ойкю, Демир в гневе отправился привлекать Джемаля к ответственности. Он разозлил Джемаля Демира и заставил его напасть на него, его ударили, а затем он пошел и получил сообщение о нападении. Асу и Джемаль были очень довольны успешным выполнением плана. Тем временем Демир решил сделать ДНК-тест, чтобы узнать правду перед судом, и во время разговора с Угуром их услышала Ойку. Девушка, которая очень рассердилась на